чпоньк воткнулась приветствую вас на канале beer hunter мое имя олег и перед тем как начать смотреть это видео подпишитесь на этот канал поставьте лайк а мы начинаем ну что ж друзья сейчас мы будем стрелять с мамбы сил натяжения 120 фунтов и потом возьмем точно такой же арбалет точно такую же мамбу с плечами на 200 фунтов есть отличие чтобы сразу понимали где что на усиленном арбалете есть приклад на обычном нет взводится прям прям красота для дачи самое то так забыл сказать первая мишень это у нас дсп мебельный щит прям самый обычный самый стандартный берем 2 арбалет ну прям чувствуется что он мощнее изводить тяжелее и еще не от выстрела совершенно другие пойдемте посмотрим что у нас там случилось первое попадание с обычной мамбы мы ну насквозь не пробили тут конечно видны какие-то трещинки но насквозь стрела не прошла в то время как усиленная ну собственно пробила насквозь тут все очевидно начинаем так это конечно тема не этого ролика но бум прям очень мощный потому что даже со слабыми слабыми плечами стрела пробила насквозь и улетела так интересно даже будет ли какая-то разница с усиленными плечами как говорится ничего не понятно но очень интересно пойдемте посмотрим что мы имеем это у нас стрела от усиленного арбалета а от обычного все прошло насквозь но потому что потому что стрела прилетела с краешку ну и наверное поэтому она не так доска не так сильно сопротивлялась теле что позволило стреле улететь куда-то в лес но так или иначе видно что стрела прилетает мощнее чем из мамбы этого то что многие спрашивают чем мамба отличается от думы думает это же самая мама только с обратными плечами по факту да как бы да такая же маленькая но она все равно гораздо мощнее там даже блоки другие на самом деле что увеличивает и рабочий ход и мощность арбалета стреляем по мебельному щиту шириной 18 миллиметров давайте начнем с обычной мамбы мне чем нравится обычная мама тем что и очень комфортно заводить и для дачи для развлечения вот лучше прям не придумать даже усиленно для этого не нужно скорее только мешаться будет ну так или иначе пробуем что влево все опять полетела но попали мы щит теперь мама только с усиленными плечами сила тжение 200 фунтов сводить ее гораздо тяжелее что мы имеем это у нас первый выстрел с обычными плечами опять прилетела влево в край это у нас с усиленными плечами 200 фунтов и вроде как обе пробили доску то есть и это вон торчит всем покажу и это торчит и это торчит но с арбалет который у нас усиленными плечами на 200 фунтов пробил но гораздо сильнее при этом еще и не лоткнулся в то время как тут ничего за доской не было и просто вот стрела настолько затормозилась единственное что у нас щит мебельный в целлофане я думаю с него не было то как бы этот край доски отлетел бы и стрела у нас тоже улетел его неизвестно куда но вот она осталась тут так что так это у нас doom mini с обычными плечами а вот это на а вот это у нас думе не с усиленными плечами да интересно интересно что случилось а случилось у нас вот что я не знаю видимо там какой-то сучок пенек но ведь насколько она вошла прошла и главное что самое что то что она сломалась а это значит что энергия которая вот на это вот потратилась ну короче дури в этом арбалете я думаю видно что больше чем на слабых ключах мама 120 фунтов стреляем по кирпичам так тут берегись пригнись потому что может отлететь куда-то я ваших кирпичи да это хорошо потому что ну все-таки мамбы больше наверно для развлечения со стандартными плечами ой а сейчас посмотрим что у нас будет с усиленными ну вот а это расколола пойдемте глянем ну вот это сейчас было прям приятно когда стрела воткнулась в этот кирпич кирпич разлетелся и стрела и стрела еще не отлетела в общем то и по звуку прям ну это то наверное ради чего можно покупать усиленный арбалет и обратите внимание что мама со слабыми ключами но я даже не понял попал я в кирпич или нет потому что она просто отлетела погнулся несертную все по классике а тут вот пробилась и стрела ну ладно стрелань стрела не выжила но все равно мощности тут как бы на порядок больше может быть даже подойдет для охоты на какого-то некрупного зверя дом мини 120 фунтов стреляем по кирпича так и теперь дом мини усиленный есть пойдемте посмотрим ну в общем то насколько я смог заметить верхний кирпич мы попали с обычной с обычного дума а в центральный мы попали с усиленного дума тут вот даже след остался вот от наконечника но разлетелось и там это мамба 120 фунтов пеноблок 10 сантиметров по пятерке решили не стрелять потому что кто не смотрел посмотрите у нас на канале уже есть видео собственно пеноблок 5 сантиметров пробивает все арбалеты поэтому начинаем с 10 в этот раз еще раз мамба обычная 120 фунтов чпонь воткнулась так теперь мамба обычная только с усиленными плечами пойдемте посмотрим что мы имеем вот это у нас получается с усиленного вот это с обычного в принципе тут разница ну к сожалению опять никто не пробил но разве все равно есть и у с усиленного арбалета мы где-то на пол сантиметра глубже у нас стрела попала чем с обычно обычно вот ровно прям по наконечник вот я вам даже скручу чтобы вы поняли вот прямо ровненько у нас по наконечника это уже это уже вот ну даже плюс сантиметр получается до умения 120 фунтов пеноблок 10 сантиметров с таким звуком всегда втыкают сюда так и теперь усиленный дом mini 200 фунтов плеча я надеюсь что он сможет справиться с этим пеноблоком он с пеноблоком не справился но зато мне надо поправить прицел пойдемте посмотрим моя охота на пауков продолжается и опять не попал по нему короче обратите внимание насколько глубоко зашли стрелы вот это у нас doom mini с обычными плечами вот это с усиленными и разница короче doom mini с обычными плечами попал даже но стрела воткнулась гораздо глубже чем у мамбы с усиленными плечами ну а с усилками так вообще весь пенетратор считайте сколько с метра 4 или даже 5 вот прям вот вот настолько вошла то есть но это прям впечатляет на самом деле мама 120 фунтов стреляем в этот раз по лопате по нашей любимой металлической железной точнее лопате чпонь но не пробила я вижу стрела вывалилась обратно к нам и мамба с усиленными плечами тут звук был явно-явно другой пойдемте посмотрим это у нас мамба усиленная а вот это вот обычная собственно усиленная у нас пробила лопату какое-то отверстие сделала хотя по факту честно вам скажу у нас мамбы усиленно это так прежде поставили а тетивы родные а поскольку тетивы новые на усиленных пульчах они ой как хорошо растянулись и поэтому мы пишем тут уже как бы не первый час сейчас видео и в начале того как вы начали снимать мама была гораздо мощнее нежели я сейчас поэтому ребят если вы ставите сильные плечи мой вам совет либо вы просто следите за своей тетивой когда она вытянется у вас вы заново спрессуете арбалет все скрутите так чтобы арбалет выдавал нужную силу натяжения потому что со временем все растягивается и арбалет просто-напросто слабеет либо заказывайте сразу кастом и тетивы которые заранее хорошо вытягиваются но это вот то о чем я говорил видите какое тут расстояние от стс кида блока и тут какое потому что тут просто все растянуло со временем и соответственно так вот даже визуально просто хотя это и по силе чувствуется когда взводишь но и вот визуально это тоже можно определить что же друзья мы стреляем дум мини сил натяжения 120 фунтов и стреляем мы по лопате для начала мы возьмем обычную стрелу со спортивным наконечником так есть пойдемте попробуем понять куда мы попали в этот раз лопату нам пробить не удалось но отметина в общем-то внушительная даже можно с другой стороны на нее посмотреть хорошо так пара мяло но теперь давайте выстрелим с усиленным и болят дом мини с усиленными ключами сил натяжения 200 фунтов стреляем по лопате так стрела вижу торчит наверное мы тогда не пойдем а сразу не давайте с этого с усиленными с борт хэдом выстрелим по лопате посмотрим что получится так а вот это не пробило но вот теперь пойдемте глянем ну как бы пробило не пробило но это вот собственно стрела осталось живо зато посмотрите какая прорезь у нас осталось вот брод хэда вот прям большая мне кажется прямо она очень большая на самом деле соизмеримо с большой арбалетной стрелой вот это я напомню мы стреляли из обычного дума и давайте еще глянем что осталось борт хэдом оборот хэд у нас поменял свою форму мамба обычная 120 фунтов и стреляем по покрышке ну собственно это было ожидаемо интересно что у нас получится с вам мамбу силен и я имею ввиду ну к сожалению получилось то же самое отмечу сотый раз насколько удобнее отстрелять прикладом это просто небо и земля это вообще другой арбалет получается но собственно рассмотреть нечего можем с брут хэдом попробовать выстрелить если хотите это брут хэд с которым мы сейчас попробуем выстрелить в покрышку с мамбы с усиленными плечами на 200 фунтов осталось только попасть так ну как прорезала хорошо вот так вот наверно видно да огонь ну борт хэд живой собственно чего ему будет от резины doom 120 фунтов и покрышка воткнулась я честно говоря не ожидал я думал отскочит 200 фунтов пойдемте посмотрим я думаю некоторые знают что такое резина раньше на некоторых мишенях вот еще стрелковых для стрельбы из лука сзади делали из резины в которых я щит пробила и воткнулась туда то уже очень сложно достать стрелу и часто ты ее как-то выдергиваешь а наконечник остается в резине вот это такая же история поэтому тут разница вроде как небольшая ну в сантиметр наверное мне кажется по тому насколько все вошло это с обычными плечами это сильными но давайте еще для наглядности выстрелим с борт потом потому что я так думаю что 40 стрела у нас войдет по самооперение или вообще насквозь пролетит так что пойдемте накрутим м我觉得 выстрелем с борт потом по покрышке эти стрелы пока оставим тут для борт хедом по покрышке пойдемте посмотрим Стрела с бродхедом зашла гораздо меньше, чем стрела с филдом. Вот она разница. Ладно, не буду доставать. Тяжело это. Бамба 120 фунтов. Стрела обычная, филд. И стреляем мы по сковородке. По алюминиевый сковород. Понька, вот есть что-то приятное, когда ты стреляешь. Во всякой ерунде, для чего арбалет не предназначен. Но что-то приятное такое в этом есть. И давайте теперь с мамбы с усиленными плечами по этой же самой сковородочке. Пойдемте посмотрим. Хотя нет, давайте не пойдемте, не посмотрим. Давайте еще раз выстрелим уже сразу с бродхедом, чтобы не ходить лишний раз. У нас, правда, всего три стрелы остается, но... Ну ладно, что поделать. А вот, странно, да? Бродхед не пробил. Хотя филд пробил. Так, это у нас мамба стандартная. Это усиленная филд, а вот это бродхед. Вот с другой стороны прям хорошо видна разница между спортивным наконечником и бродхедом. А алюминий-то на самом деле, я думал, тоненькая, а она прям толстая. Вот реально толстая тут, ну, миллиметр три, наверное, толщина. Короче, прикольно. Я удивлен на самом деле, что бродхед вот прям курс-то пробил на самом-то деле. Но это... Вот. Бирхантер Дум Мини 120 ЛБС. Стреляем по алюминиевой сковородочке. Сначала с филдом, то есть спортивным наконечником. Есть, попали. Так, теперь мы берем Дум Мини с усиленными ключами. Господи, насколько удобно, когда натяжитель встроен в арбалет. Вы просто не представляете. Так, и стреляем. Ну, и давайте сразу... С бродхедом выстрелим. То бишь, уже с охотничьим наконечником. Все, пойдемте посмотрим, что мы имеем. В общем, в общем-то. Прикольно, тут лезвие осталось от бродхеда. Видимо, стрела пошла дальше, но решила, что все лезвия ей не нужны. Эта стрела тоже у нас забавно торчит. С другого края пенька с вылетевшим пенетратором и стрелой. Ну, я даже не знаю, что тут можно сказать. Выглядит это все достаточно страшно. Так что, если вдруг у вас была мысль, в случае чего обматываться сковородками, как, знаете, в фильмах про зомби-апокалипсисы, там, журналами, чтобы не покусали, сковородками и все прочее, то вот против арбалета это не сработает. Короче, не достается стрела, но да и ладно. Ну, вот, кстати, для сравнения. Можно просто посмотреть, какой здесь разрыв. Это у нас от Мамбы. А и какой у нас вот здесь вот разрез. Это от Дума Мини. Ну, он тут, короче, явно побольше. Мамба 120 фунтов. И стрелять мы будем по Мерседесу. Точнее, по части Мерседеса, а именно по двери и по стеклу в этой самой двери. Начнем, наверное, с металлической части двери. Понял. Звук был приятный, звук был приятный. А с усиленными ключами что у нас будет? Мне кажется, или я попал ровно в дырку от обшивки. Давайте я еще раз лучше выстрелю. Куда-нибудь рядом с первой сейчас прицелюсь. Вот так вот. И давайте еще с бродхедом выстрелим. Удивительно. Пойдемте посмотрим. Вот это у нас самое первое отверстие от неусиленной мамбы. Вот это второй раз, как я аккуратненько прям попал. Ну, видно, что просто попало отверстие, поэтому перестрелял вот тут. Ну, тут, собственно, тоже отверстие есть. А с бродхедом тоже, смотрите, как у нас хорошенечко прорезало дверь. Я думаю, еще будет интересно с Дума выстрелить, потому что Дум помощнее. Мне кажется, Дум должен прямо в нас пролететь. Это старенький какой-то Mercedes, потому что сталь еще такая прям толстая, жесткая. Видите, да? Это у нас мамба с усиленными плечами, но это та, которая у нас прошла в отверстие. Она решила с этой стороны пробить дверь. Хотя, на самом-то деле, если прям совсем по-честному, то тут я не чисто в дверь попал. То есть, ну, тут видите, там вмятина тоже такая есть, неплохая. Да, давайте попробуем по стеклу. Мамба 120 фунтов, выстрелим по стеклу. Начнем, ну, понятно, что, скорее всего, это на один раз. Но если мамба со 120 справится со стеклом, то... то как бы усиленная точно справится. Не пробило. Давайте тогда с усиленной мамбы стрелять. Какой-то странный след вот этот вот. Я не знаю, ну, вряд ли это от наконечника. Скорее, вот это, наверное, от наконечника. Это, наверное, от древка или от оперения, которое чиркнуло. Но, как бы, нифига. Ну, я и попал в самый центр, самая жесткая часть. Так или иначе, сейчас усиленный выстрелим. На удивление, тоже не получилось. Ну, я думаю, если взять брутхед, то тогда мы эту дверь из мамбы возьмем. Это первая стрела от мамбы 120 фунтов. Ну, в общем-то, она воткнулась и... И метров на, наверное, 20, может, 30. Она наверх улетела. Beer Hunter Doom Mini. Сила натяжения 120 фунтов. Стреляем по двери от Мерседеса. Сначала по железной ее части. Погнали. Бам! Приятный звук, приятный звук. Так, теперь то же самое, но с усиленными ключами. Ну и с брутхедом. Брутхед, конечно, уже повидал виды. Ну, нам-то че. Ну, давайте по стеклу, что ли, сразу? Да, давайте сразу, чтобы это... Время зря не терять. У меня как раз последняя стрела осталась. Усиленный арбалет. Филд, то есть спортивный наконечник. И стреляем по стеклу. Это победа, друзья. Пойдемте посмотрим, что у нас там получилось. Главное, посмотрите, насколько глубоко она вошла. Вот у оператора там проблемы какие-то. Обратите внимание, насколько у нас стрела глубоко вошла после стекла. Для некоторых, наверное, кто смотрел наши остальные ролики, слегка возник вопрос, почему мы до этого не могли пробить дверь даже с усиленной мамбой. А тут же, собственно, получилось. Я так думаю, что дело именно в угле, потому что до этого у нас дверь была сильно наклонена. А тут мы догадались подставить вот этот пенек, чтобы угол был более плоским. Ну, там, собственно, стрелы поэтому вверх улетали, потому что они вот так вот у нас стекло. Стрела так тихпонько и наверх улетала. А тут просто, смотрите, я так чему говорю? Потому что вот сколько энергии, тут еще осталась стрела наполовину, зашла прямо в дерево. А это не такой уж и гнилой пенек. Ну да ладно, черт с этим пеньком. В сторону его. Давайте посмотрим, что у нас с дверью получилось. Вот это, насколько я понимаю, у нас дум с осадовыми плечами на 120 фунтов. Что у нас там? Нассквозь что-то пробило. Ну, вот тут вот есть небольшой след от второго железа. То есть, смотрите, первую пробил насквозь, вторую железку промял. С усиленными плечами и со спортивным наконечником пробило насквозь две железки. С этой стороны и с той тоже. Вот она. Но чтобы вылесить уже сил не хватило. Ну и третья у нас бродхед. Но там мы попали в механизм самой петли двери. Поэтому там, я не знаю, надо разбирать дверь, смотреть, что там куда воткнулось. Но, собственно, я думаю, что примерно то же самое, что и со свилдом. Как бы, я думал, разницы будет больше. Но по факту она только на покрышке у нас появилась большой. И то в одном случае. В плюс, в другом, в минус. Однако мы стреляли с мамбы. У нас стрелы отскакивали, а с бродхедом воткнулось. А когда мы стреляли с дума, у нас все стрелы ходили глубоко. В то время как с бродхедом она, ну, по-моему, чуть-чуть послабее даже, чем с филдом вошла.